итак добрый день сегодня мы записываем видео про книги которые должны быть библиотеки каждого портного эти книги будут у нас как на английском так и на русском языке ко мне очень часто обращаются с вопросом где можно научиться как можно научиться крою где можно подглядеть крой какой системой вы пользуетесь я скажу так я пользуюсь как расчетным методом так мы пользуемся так называемым по-английски direct measurement это мы просто снимаем мерки и используем эти мерки используем мерки клиента когда строим свои лекалы на и мы эти оба метода совмещаем то есть мерки с расчетами и у нас есть расчеты которые проверяют мерки и есть мерки которые помогают делать наши расчеты итак первая книга она называется модерн митчелл систем of man's designing и я эту книгу скопировал в нью-йорке в институте который называется f айти fashion institute of technology у них это был где-то 2005 год и можно было любому человеку зайти в их библиотеку и с помощью ксерокса скопировать любую книгу с полки на и сейчас я в двух словах расскажу что мне в ней понравилось и на что я бы хотел чтобы вы обратили внимание если вы ее найдете в интернете да и так здесь очень интересно показано как можно пользоваться уголком при снятии мерок это первое да дальше необычный способ как можно снять баланс с разметкой до этого баланса на клиенте но учтите что вот здесь на картинке до снимается мерки жилета да вернее не жилета клиент на клиент стоит жилете и этот жилет помогает делать меловые линии да у нас но современный клиент приходит к нам как правило только в сорочки да и этот способ он конечно же не будет работать если у вас клиент без жилета на дальше в этой книге мне понравилось очень интересное объяснение так называемой head units system что здесь имеется в виду что это у нас пропорции золотого сечения до что у нас фигура человека делится на 8 частей и в пропорциональном соотношении можно найти длину рукава можно найти длину изделия можно например длину изделия то если мы говорим про пиджак можно найти длину например пальто да вообще рекомендую я изучить самим и в наших мастер-классах я более подробно остановлюсь на этом способе и на этом процессе вообще это очень важно для тех кто изучает швейное дело неважно женское или мужское дальше здесь у нас есть стандартные мерки но они в дюймах ну как стандартно это у нас табель мер до обхват и обхват и ширины которые можно использовать повседневной жизни да у нас тут глубина проймы стандартная и полезные мерки до для портного соответственно дальше на следующей странице сравнивается опять в юнитах это юнит это у нас одна голова до юнит голова вот мы делим фигуру рост человека рост клиента на 8 соответственно здесь сравнивается мужская и женская фигура в этом в пропорциональном соотношении в юнитах тоже очень интересная информация учите что единственное что это вся информация конечно у нас на английском но я такого мнения что если вы занимаетесь индивидуальным пошивом частности мужским и вы называете себя беспок ателье или беспок тейлор да то английский вам знать не то что следует вы должны знать хоть что-то по-английски потому что очень много книг которые именно на английском да у нас по нашей тематике и очень много интересной информации и так дальше у нас тут про наклон плеча и анатомию рассказано про наклон плеча и анатомию брюк на другой странице и как у нас соотношение у нас плеч то есть у нас прямые плечи косые плечи или стандартные да и тоже здесь в виде анатомии рисунка иллюстрация и иллюстрация уже как это выглядит в крови у нас да это очень интересная полезная была для меня информация и так дальше у нас вот если мы на иллюстрации следует видно то есть вот у нас тут полочка и спинка да и тут обозначена такая закрашенная темным у нас часть бачка и спинки где они встречаются да у нас это условно боковой шов у нас до пиджака автор это называет free zone да что он имеет ввиду под этим он имеет ввиду что именно в этой части мы можем расширять или сужать нашу кройму расширять или сужать наш нашу спинку да потому что если вы знаете основы кроя да то например по передней половинке очень сложно нам изменять наши лекала я между в районе груди да практически это неизменяемая у нас территория соответственно автор дает такое вот интересное объяснение вот в этой главе как пользоваться наши вот этой free zone и дается отношение если вы расширили бачок значит вы должны расширить рукава соответственно тут есть такое пояснение интересное если кому интересно но немного он тут рассказывает про людей с выраженной грудью как это все изменять с животом но я скажу так что для меня дальше уже полезной информации я не нашел способ построения изделия мне его не понравился я пробовал он не работает и как вот я сказал в начале все очень было интересно но как я дошел до кроя на этом книга для меня закончилась да и в этой же книге в вернее не в этой же книге с этой книги у меня просто здесь она сшита да и у меня получается две книги в одной подшивки на здесь и вторая книга у меня она называется how to use black pattern да то есть получается если по-русски как использовать лекала как использовать лекала при построении мужского пиджака готовые лекала базовые да и в этой книге очень много описано моментов где как расширить грудь как как наклонить плечо как расширить рукава как ушить по груди как ушить по талии тут все 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 всевозможные у нас операции которые мы можем выполнить с лекалом да как удлинить когда удлиняем зависимость карманов от длины то есть все моменты в этой книге описаны я больше рассказывать про нее не буду в принципе здесь все понятно да у нас чистый такой справочный материал дальше в этом же институте я нашел такую интересную книгу она называется the art of fitting gentleman's garment сейчас я покажу обложку эта книга была написана преподавателями академии портновской лондона да у них несколько книг это была известная такая школа раньше обучались портные то есть это было по моему еще до пятидесятых годов это все школа существовала и эта книга называет а я сказал как она называется и вот она была написана тут типа как вроде как типография the tailor and cutter limited да соответственно эту книгу написал наверное это все-таки рубен сиднер да так но не буду я читать кем он был в этой школе не будем тратить время суть в том что в этой книге очень много тоже полезной информации как снимать мерки и как проводить примерку готовых изделий то есть готового пиджака пиджака брюк то есть вы можете даже не особо знать английский да но в этой книге очень много иллюстрации каждой иллюстрации есть чертеж то есть если изменяется что-то в пиджаке сейчас я покажу то они они показывают обязательно иллюстрацию как это будет вот у нас как у нас будет в чертеже да это все происходить эта книга очень интересная в ней я тоже нашел очень много полезной для себя информации и откладывал себе как в копилку на это к слову о том что меня вот один читатель спрашивал а по какой системы вы обучались да вот уже две уже три книги моей системе в моей голове да дальше книга которая я люблю больше всего она издавалась очень много это тоже академия выпускала портновская лондонская да и эта книга она очень старая по-моему это где-то сороковых годов и эта книга интересна тем что она она такой большой талмуд как можете посмотреть на тут есть и фраг есть и все виды пиджаков которые у нас ну да мы мы носим даже сегодня да есть построение всех этих изделий построение конечно я скажу так на современный манер она конечно устарела но очень нужно много полезной информации тех годов о том например в начале книги они рассказывают как начать свой бизнес портновский но с переносом на то время до что для этого нужно где нужно учиться ну и очень много объясняется как снимаются мерки как краятся пиджаки кроя из этой книги я не использовал честно скажу но какие-то моменты всегда держу в голове то здесь больше использовать тоже как справочную информацию например мы здесь можем увидеть внешний вид жилета до нашего классического потом мне очень нравится здесь у них объяснение что такое спорт джакет что такое клубный пиджак что такое фраг то есть перед каждым кроем вот перед каждым кроем вот у нас у нас чертеж да и перед каждым кроем есть описание что это за пиджак куда он носится какие его особенности приталенный не приталенный какой у него силуэт какие у него лацкана насколько пуговицы он застегивается очень интересное описание все это как правда на английском как я уже сказал да дальше здесь немножечко про бортовку есть но не нравится мне как они собирают мы по-современному и собираем намного лучше так но здесь есть конечно же чертеж фрака по-русски по-английски это молнин кот у них да получается сейчас я посмотрю что они тут говорят по ним до молнин кот да у нас очень интересно на одной из страниц вот могу показать варианты спинок да у нас для спорт джакетс да для повседневных пиджаков спинки что имеется ввиду здесь есть спинки с вытачками и спинки со складками да и тут вот их несколько вариантов в данном случае их 4 то есть у нас есть с вытачками есть по талии с вытачками так у нас вытачки по плечу вытачки по талии двойная вытачка по талии складка которая у нас идет из плеча в талию да это вот этот вот чертеж мной одно и такое он классический на этот вариант у нас ну и есть со средней складкой до встречные вот у нас здесь с кокеткой вот кокетка и встречная вход складка но в этой книге очень много всего интересного единственное что учите что она настолько старая что здесь даже есть крой брюк галифе то есть вот можете представить когда примерно был выпуск этой книги да я знаю многие молодые портные любят инстаграм но надо изучать основы для того чтобы знать как бегать нужно учиться ползать а потом ходить я смотрю что многие молодые парни сразу бегают но сразу бегать я бы не рекомендовал можно упасть и поцарапать нос итак следующая книга это уже не ксерокопия эту книгу я купил и я ее купил уже если мы говорили про библиотеку FIT да то это было это книги продаются сейчас которые покажу три книги они продаются в магазине FIT у них есть магазин для студентов где можно приобрести книги которые по которым учатся студенты и любой человек может купить единственное сразу дам подсказку если вы будете искать такие книги то лучше их искать с пометкой used да то есть используем бывшие в употреблении которые вам будут стоить дешевле новые эти книги покупать я не вижу смысла итак первая книга это Men's Fashion Design и Guide to Tailored Closes да ее эту книгу написал Масаки Кавашима скорее всего японец да у нас и насколько я знаю он он преподавал в FIT или преподает сейчас не знаю я это было десять лет назад да что я могу сказать про эту книгу я бы честно признаться как преподаватель FIT наверное я бы сошел лучше хотя сегодня на тот момент конечно нет ну книга вначале она как и все как снимаем мерки там какие-то у них тут перевод мерок из инчи в сантиметры а потом потом очень очень примитивные иллюстрации вот можете посмотреть да и такие же примитивные чертежи то есть эта книга не стоит того чтобы ее покупать а стоит просто если ну просто вы хотите чтобы она у вас была по ней вы ничему не научитесь книга ну из пятерки я бы поставил ну тройку прям вот такую знаете дальше у нас идет книга это Classic Tailoring Techniques да совместная книга я не я как-то честно скажу никогда не обращал внимание на авторов но вот так она называется и так она выглядит да эта книга скажем если мы опять оценим ее по пятибалльной шкале я бы этой книге поставил 4 с плюсом даже практически 5 но это чисто мое субъективное мнение потому что я немножко я обучался этой техники скажем в ателье которая тоже шила и знала что шьет да в частности я что имею ввиду вот например здесь эту книгу эту книгу рекомендует и в этой книге есть фотографии Вильяма Фьераванти вот он здесь на картинке Фьераванти это компания известная была в определенных кругах в Нью-Йорке они шили одним из их клиентов были Рокфеллеры да соответственно Вильям Фьераванти это был такой вот эталон портного в Нью-Йорке где было дорого и я работал с людьми которые работали в свое время у Вильяма Фьераванти то есть они меня тоже обучали соответственно я знаю как должно было выглядеть определенные элементы тут они что-то не досказали что-то не дочертили что-то не дорисовали поэтому 4 с плюсом но твердые такие 4 с плюсом и эту книгу я всем рекомендую обязательно иметь обязательно читать как минимум в этой книге вы можете очень много почерпнуть например с наших терминов да но только на английском языке здесь очень много терминов она очень красиво хороший язык терминов в этой книге да для портных если вы собираетесь работать например вот как у нас есть клиент он ну скажем стопроцентный англичанин да что имеется ввиду ни слова по-русски не может мне сказать да и я легко с ним общаюсь терминами то есть если это у нас манжет это у нас каф да если у нас подгибка это м если у нас подборд это подборд понимаете да то есть это у нас там фейсин да и мы друг друга понимая с полуслова если вы не сможете с клиентом объясняться на таких на таком языке казалось бы портновском да то ну грубо говоря представьте что вы не можете человеку сказать слово манжет да и как вы его будете обслуживать да если придет вам такой человек вы не сможете ему на пальцах объяснять да здесь есть вот заготовка у нас воротника так как мы это делали так как мы делаем да очень хорошая фотография и иллюстрации то есть принципе по этой книге можно ориентироваться в технологии пошива да здесь в этой книге все про мужской пиджак брюки и жилет а